Минэнерго хочет запретить вывозить дизель из Казахстана. Об этом сообщил министр Канад Базумбаев на заседании правительства. По его словам, солярки на складах достаточно 143 тысячи тонны. Не устраивает другое. Диспаритет розничных цен на заправках с соседними странами. По его мнению, транспорт, проходящий транзитом через Казахстан, использует именно наше топливо из-за дешевизны. Доказательство Базумбаев привел расценки. Так, литр дизеля в Казахстане стоит 190 тритинги. В России 246 тритинги, а в Кыргызстане 250. Запрет планируется ввести уже в декабре, чтобы избежать возможного дефицита. Правда, пока он будет временным на полгода. Какими могут быть последствия такой меры, мы спросим у аналитика нефтегазового сектора Сергея Смирнова. Он присоединяется к эфиру. Добрый вечер. Насколько правильна эта мера и каким будет сценарий дальше, можете сказать? Добрый вечер. Ну, тут сложно отвечать, насколько правомерна эта мера. Дело в том, что ситуация с дизельным топливом повторяет ситуацию, которая у нас была с бензином. Абсолютно примерно неотечно. Сначала власти были озабочены, что у нас идет перенасыщение рынка отечественным топливом, я имею в виду бензин. Потом они стали добиваться разрешения на экспорт этого бензина за рубеж. Только договорились с Россией об экспорте нашего топлива в Россию. Буквально через две недели, это в середине ноября, Бузумбаев вдруг озаботился, что у нас возникнет дефицит бензина на собственном рынке. И стали повышать акцизы на бензин. Ситуация с дизельным топливом очень напоминает эту же самую ситуацию. Ну, в любом случае, любопытно ваше мнение. К чему это приведет, что может последовать после введения этой меры? Ну, введением этой меры, я думаю, власти решают сразу несколько задач. Это обеспечивает пополнение бюджета за счет акцизов и пытается ориентировать потребителей на отечественное топливо. Но, как мы видим, на заправках нет разделения по производителям. То есть, там нет одной заправки, на которой конкретно продается российская, белорусская или еще какое-то топливо отдельно казахстанское. Оно продается с одного пистолета. Поэтому я боюсь, что повышение акцизов на дизельное топливо приведет к тому, что и казахстанское топливо будет продаваться по той же примерно цене, что и импортируемое, возимое из России. Со следующего года повысится акцизов на российское топливо. А чего ждать казахстанцам? Для наших автолюбителей цены останутся прежними или готовятся к повышению? Нет, безусловно, цены будут повышаться. Это еще и связано с тем, что к 2025 году в странах, в членах ЕАЭС, будет создан единый энергетический рынок. То есть, цены должны быть во всех странах, членах этого союза одинаковыми. И я думаю, что цены будут ориентироваться не на казахстанские, а именно на российские. Там и структура ценообразования другая, но, тем не менее, это будет подтягиваться к российским ценам, что мы сейчас и наблюдаем. Так что ждать следует только по росту цен на бензин, независимо от того, какие будут цены на нефть. Спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой связи был нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов.